Приветствую вас! И проблема заключается в том, что то, что вам советуют наши эксперты, коллеги, это, безусловно, очень полезно, правильно, но если вы будете это делать для других, то есть вы будете получать округозор, там, разжирать мировоззрение и прочее, если будете перебираться в интеллект, да, там, познавать новые вещи, читать книги там и прочее, если вы все это будете делать не для себя, а для других, то есть вы будете, вот, например, читая книгу, да, вы будете думать, вот, как я буду делиться задержанием этой книги другим человеком, допустим, то есть здесь будут, как бы, ожидания, ожидания от того, что вот вы что-то получите, говоря о коммуникации, и если вы не получите этого, того, на что вы рассчитывали, то получается тогда так, что у вас будет разочарование, и вы перестанете делать то, что начали, например, читать, например, там, что-то познавать и так далее, а переставать нельзя, потому что это означает остановку прогрессии, и в этом контексте мы с вами попробуем сказать так, что интересный собеседник ключевым словом, значит, выделяется интересный, интересный от слова интересный, да, и это означает, что человек интересуется тем, с кем он говорит, интересуется предпочтениями того, с кем он говорит, и интересуется тем, что он делает. Это означает, в свою очередь, что вам необходимо соблюдать как минимум два основных направления. Первое. Заниматься тем, что интересно лично и только вам, и благоприятная среда для поиска партнеров по общению у вас будет именно там, среди тех, кто разделяет ваши интересы, ваши взгляды, ваши хобби, развлечения и прочее. И второе. Это интерес к тому, с кем вы говорите, то есть активное взаимодействие с ним. Не стремление, например, высказать свои какие-то мысли, не стремление высказать свое мнение о чем-то, хотя это важно. Но живой интерес к тому, что говорит человек. И, как следствие, организация вопросов этому человеку. Вообще говоря, людям очень нравится, когда им задают вопросы. Люди чувствуют в этот момент свою значимость. Они ощущают, что раз им задают вопросы, значит, их мнением интересуются. А раз мнением интересуются, то это повышает их чувство собственной значимости. И едва ли нужно здесь упоминать, что человек будет общаться с тем, кто дает ему вот это самое чувство собственной значимости. И отсюда не сложно сделать вывод, что кто-то вам советует. Эксперты другие. Это, безусловно, все правильно. Но вам необходимо определиться с собственной мотивацией и с тем, что представляет для вас личный приоритет. А разговор состроить так, чтобы вы сперва не стеснялись задавать человеку вопросы. Чтобы вы не стеснялись спрашивать его мнение, его точку зрения на то или иное. Чтобы вы активно с ним взаимодействовали, осуществлены на первых порах. Именно в формате вопрос-ответ. Хотя бы потому, что человек, который получает вопрос, он может автоматически вам его задать. А если вы говорите только утвердительные, повествовательные предложения, то, соответственно, человек может лишь только согласиться или не согласиться. Незогласие люди проявляют по-разному. Далеко не всегда это ведет к дискуссии. Потому что дискутировать тоже нужно иметь желание. И отсюда нужно сделать вывод, что единственным стопроцентным практическим вариантом для диалога является соблюдение вот этих вот три элемента. Соблюдение трех элементов. Трех условий. Первое условие. Мы еще раз повторим интерес, да? Интерес к человеку. Второе. Это интерес к тому, что вы делаете, что вы говорите, о чем вы говорите, то есть к теме. И третье. Это первоначальные вопросы. Задавайте вопросы человеку. Погашите ему свою искреннюю заинтересованность. В нем, и поверьте, такой человек вас просто не забудет. Потому что любому абсолютно приятно, когда им интересуется. Любому приятно, когда его спрашивают, когда задают вопросы, когда прислушиваются к его мнению. И вообще создают впечатление, что оно, его мнение, важно. Человеку приятно думать, что его мнение важно. Даже если в действительности это не совсем так. Если вы хотите именно общаться и хотите, чтобы вот, у вас же общение прогрессировалось, то нужно за человеку так думать. И последний важный момент, который хочется, так сказать, отметить, это момент, связанный с кругом людей, которым вы хотите понравиться, для которых вы хотите найти себе собеседника. Дело в том, что для успешного общения со многими людьми, то есть людей из разных кругов, из разных слоев, общества, из разных там профессий и так далее, вам необходимо повышать свою разносторонность. А разносторонность это такая черта человеческая, что она может повышаться только если есть у самой личности потребность в этом. А если вас не интересует, то лучше все-таки уделять полное пристальное внимание, ну, какой-то одной или двум сферам. Тогда, по крайней мере, там вы будете успешны и вы добьете свои цели. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику по загу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!